Оролда, спасибо. Диджей Джейн, Джейнс, спасибо. Спасибо. Это видео с дракой подростков могло пройти незамеченным, как и сотни подобных. Ну, в лучшем случае, заберу силу избы в какой-нибудь ТикТоке. Но неожиданно герои ролика в одежде с пауками стали известны на всю страну. 25 февраля видео распространились с начала телеграм-каналы, а затем подхватили СМИ. Поклонников аниме назвали членами группировки ЧВК Рёдан. Ред, да. Подросткам начали приписывать создание опасной субкультуры, провокации, чуть ли не экстремизм. Для детей... Вообще, как если члены, да. Если я не ошибаюсь, там вообще как было. Какие-то подростки с длинными волосами, соответственно, да, группа людей были где-то там, в торговом центре. Но до них доебались какие-то лысые гопники и начали им предъявлять зашмот. В итоге эти подростки с длинными волосами отхуярили этих лысых гопников. Чего, естественно, гопники, конечно же, не ожидали. Но получили пиздюлей. А потом начался какой-то жесткий рофл. Привет, Хесус. Вот. Какая-то другая уже группа лиц, каких-то школьников, назвали себя ЧВК Редан чисто по рофлу. Потом этот рофл превратился во что-то более такое непонятное. Вот. И началась вот эта вот хуйня. Скинхеды взбунтовались. Начали ходить по городу, искать, опять же, да, всяких непонятных типов с длинными волосами. С пауком на кофте. И пиздить людей. Но виновными выставляют кого? Правильно. ЧВК Редан. Шитани, якобы, такие злые, ужасные. Ходят там, устраивают подобные вещи. Вот. Когда по факту, если я не ошибаюсь, виноваты в этом как раз-таки именно скинхеды, лысые вот эти гопники, соответственно, да, которые за шмот предъявляют в 2023 году. Наверное. Так-то. Не? Крыли охоту и гопники. Извиняюсь за слова всего, что мы говорили. И ОМОН, и депутаты. За несколько дней история из бытового конфликта раздулась до невероятных масштабов и даже неожиданно всплыла в Украине. Мы поговорили с ребятами, которых причисляют к несуществующей ЧВК. Узнали, что такое Редан. Причем... Короче, в данной хуйне, я считаю, виноваты различные СМИ. Которые раздули из этого непонятно что, как бы, да, из хуйни раздули вот такую вот ситуацию. Пауки и как вообще развивались события. В этом видео обсудим, как СМИ, соцсети за считанные дни превратили поклонников аниме... Бля, ты охуел, что ли, за мной повторять? В опасных преступлениях. Бляаа. И как все это переросло в историю про украинские диверии. Да не готовься, приват включил видос впервые. У меня не было полоски, что я смотрел. Сим. Кто такие Реданы? Какой нахрен ЧВК? Прямо сейчас... Эээ! Блядь! Стоп, это все? Ну пиздец. Еще и в одном ряду, блядь, с этим человеком меня поставили. Заказывай мне форму Редана. Чего, карета? Запрети мне ходить в Редане. Да, блядь. В нем я паук, в нем все меня боятся. Ты с меня не снимешь этот патч, я в нем вавик, я в нем на матч. Ха-ха, какая... Блядь, стыд какой-то вообще. Итак, самая первая драка, видео с которой облетела СМИ соцсети, произошла 19 февраля в торговом центре авиапарк. В телеграм-каналах писали, что ее якобы устроили молодые люди с символикой паука. Но на более полной версии записи видно, что за чинщиками были другие парни. Из-за чего именно произошел конфликт, точно неизвестно. По одной версии, подростки не поделили стулья, по другой, парни в спортивных костюмах потребовали от поклонников аниме пояснить за шмот. Ну то есть пристали из-за не такой одежды. Один мальчик, ну что-то ему не понравилось, что-то его обидело. Он начал звать их, выходить из торгового центра. Пошли на улицу, зайдите там. Пошли на улицу, иди говори. Ну как бы общаться не в торговом центре, потому что он уже совершеннолетний, как он говорит на видео. Мне уже 18, я тут не могу. Они стоят, общаются, и тут просто сбоку подлетает другой человек и ударяет того, кто снимал. Вот так вот началась массовая драка. В итоге в драке победили подростки в одежде с пауком. Видео начало стремительно распространяться с комментариями в духе, смотрите, не формалы, а п***ли оффников. Чтобы понимали, оффниками изначально называли околофутбольные группировки, а сейчас к ним относят и обычных гопников, которые предпочитают решать вопросы силой. И так постепенно видео начали сопровождать оскорблениями от разных троллей в адрес скинхедов и мигрантов. Пошла дезинформация, то что вот якобы была и смерть, и ножевое, и скинули с третьего этажа, и все это в свои группы. Вот эти вот противники писали то, что вот, мы одного из ваших убили, одного из ваших мы зарезали. Может они про настоящего паука, там паук был, блядь, мне его случайно резанули. Одного мы скинули, там даже прикрепляли фотку, где человек лежит, это было два года назад в Рязани. Ну вот такое вот запугивание, в общем, было. Все на самом деле больше смеялись с этого, но, типа, нефоры, там, спортсменов, смартсменов смогли что-то ответить. А-а-а, Хаги-Ваги! Редан поколение начали спамить. И потом дамы появляются, которые пишут пасту, то есть националистические, с угрозами. Многие такие ролики выдавали от имени ЧВК Редан. Так называется группа ВКонтакте, где сидят поклонники манги Хантер Икс Хантер. В ней упоминается преступный клан Геней Редан, чьим символом как раз был паук. Еще в 2020 году российский дизайн... Бля, у меня случайно нет там символа паука какого-нибудь на одежде, а то мало ли, блядь. Вам слышно? Нет? Э-э-э, нет, пауков нет. Дизайнер выпустил коллекцию одежды, посвященную этому аниме с пауком на спине. Именно в этой одежде и были подростки из видео. Как уверяет сам дизайнер, кроме группы в соцсетях и любви к аниме, Редановцев ничего не объединяет и вообще не существует никакой там более-менее организованной группировки. Редан? Да. Это просто вещь, которая залетела. Вот и все. Этих людей, ну, ничего особо не видит. Понятно, это рекламная компания Мерча, Редан. Нет. Какое-то объединение. Я могу представить, как там выросли продажи сразу, хотя, возможно, наоборот. Это же получается, если ты купил ее, надел, вышел на улицу, то вероятность отпиздюлиться, она очень сильно повышается. Крайне сильно. Почти равна 100%. У меня появилось, наверное, когда концерты Рейза были, мы с ним в туры ездили, и мы все в этих хатишках с пауками были, и было круто. Но какое-то объединение конкретное, мне кажется, никогда не существовало. Сам Максим предпочитает скрывать свое лицо, потому что после разгоревшегося скандала ему начали поступать угрозы. Угрозы, типа, everyday поступают в мой адрес, типа, там, у меня ИТГ сливают, и на ВК у меня личка открытая, там everyday пишут гадости. Но это всего лишь интернет гадости, типа, я на это, ну, то есть, никак не реагирую особо. Хотя, хотя, казалось бы, я вообще ничего участия в этом не принимал. Типа, я всего лишь создал вещи в 20-м году, и кто знал, что так повернется, что спустя три года просто какие-то, типа, подерутся в ТЦ. Братишкин сказал, досматривай, они помогут тебе. Серьезно? Мне поможет братишки? Глупые ролики разозлили представителей разных субкультур и национальных диаспор. В соцсетях появились сотни пабликов с призывами отомстить Рёдану. На подростков с пауком на одежде буквально устроили охоту. Крепкие и не очень парни толпами нападали на них в тех же торговых центрах и требовали извиниться. Извиняюсь за слова Всевышнего, говорю, извиняюсь. Досталось даже девушке. Одному из подростков угрожали ножом. Перед кем извиниться? Попадали на них в тех же торговых центрах и требовали извиниться. Извиняюсь за слова Всевышнего, говорю, извиняюсь. Досталось даже девушке. Одному из подростков угрожали ножом. Как дела, брат? Как мы тебя давно ждали? Сейчас люди боятся больше мести второй стороны, которая против людей в одежде с пауком. Они распространяют личную информацию людей, они их находят. Они распространяют ссылки на страницы, пишут то, что вот этих людей, вот такие-то они оскорбления писали. Вроде я даже видела в какой-то группе то, что было написано «Даем вознаграждение за фото или видео, как вы ловите этих людей». Такое чувство, как будто всех, как они считают, ридановцев, вот этого ЧВК, как они обозначают, будут хоть как-то. Те люди, которые как-то в этом замешаны, будут как будто бы отлавливать, я не знаю... Страшно жить, как будто бы становятся. Драки между подростками в торговых центрах происходят регулярно. Этот конфликт мог бы тоже остаться обычной разборкой между двумя субкультурами, но не в этот раз. Подростки с символикой на одежде, да еще и с упоминанием ЧВК в названии группы привлекли внимание не только сверстников, но и полиции и СМИ. Один из телеграм-каналов, рассказывая о драке, назвал подростков группировкой ЧВК Рёдан. Якобы поклонники аниме специально устраивают потасовки в торговых центрах. Эту версию подхватили другие каналы и журналисты. И вот так вот из-за глупых журналистов, даже журналистами их назвать нельзя, неформалы, на которых велась охота, в одночасье обрели славу каких-то, не знаю, там, бойцов и экстремистов. Какое-то СМИ, я не помню уже какое, дала вот этот комментарий, который везде сейчас пишут, что Редан — это группа людей, группировка, там, ЧВК приписка. И все остальные СМИ, как, я не знаю, подхватили вот это радиус Рафана, так его назвать, наверное, правильно. И, то есть, когда десятки СМИ пишут одно и то же, при этом довольно больших, там, тот же топор конец на 6 миллионов, вот эти вот. И, очевидно, там люди сидят непонимающие, и они, ну, прочитали, и сидят, смеются. И в итоге все теперь думают, что Редан — это какая-то группировка, я не знаю. То есть это прежде всего раздувается журналистами. И дальше, соответственно, это уже воспринимают обычные, обычная Марья Ивановна, которая пишет в Телеграм-канале, о боже, смотри, что происходит, наши подростки-сатанисты. Даже называют, в комментариях называют людей... Запретить аниме, да. ...неформалов агрессорами. Большинство неформалов такие щупленькие мальчики. Я не понимаю, как можно таких назвать агрессорами? Но при чем здесь ЧВК, если это безобидные любители аниме? Как рассказывают подростки, это название у группы ВКонтакте появилось в сентябре, на волне новостей о мобилизации. Тогда им казалось, что это такая смешная шутка. Когда мобилизация была, там появился какой-то паблик ЧВК, ЧВК Редан. Как просто, ну, шутка неудачная, наверное. Сейчас уже неудачная, тогда было смешно всем. Но шутку не оценили в полиции. Вообще, реакция МВД не менее удивительна, чем вся эта история. На подростков устроили... Да, ладно. А если я создам в шутку ЧВК Абрыган, что тогда? Что, бля? А потом в будущем что-то вот такое с Абрыганами произойдет и пиздец. Настоящую облаву как минимум в четырех городах России. Как будто ловили каких-нибудь террористов. Задержание, короче, одного человека, ЧВК Редан, спасибо. Ну вот там вот уже все, чувачков принимают. Страшно. Только в Петербурге были задержаны не менее 150 человек. Также ОМОН отлавливал подростков в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Любые несогласованные государством объединения всегда вызывают подозрения у правоохранителей. А тут еще своя символика и упоминание военной организации. Ну, то есть настоящий подарок для товарища майорами... Задерживали, бля, и обратно в тюрьму их. Видите ли, теории заговора. Ну, то есть, послушайте, как звучит одно дело, когда милиция там накрывает, не знаю, каких-нибудь там подростков, и там начальство что, у виска покроет, скажет, вы что, до детей там доеб... А другое дело, когда тебе там пишут рапорт, да, сегодня мы задержали 150 членов какой-то группировки. Ну, сразу звучит, сразу можно какие-нибудь звездочки на погоны получить. Наличие униформирования, то есть, одноковая одежда, наличие какого-то знака общего, и как бы указание на какую-то структуру типа армейской, ЧВК. Надо сказать, что правоохранители, что называется, абсолютно серьезны. Они не понимают юмора. Попадая в их систему, любой юмористический текст разлагается. И никакую иронию в названии они не словили и не словят. Ну так, может, нахуй таких тогда? Зачем они там вообще сидят, блядь, принимают такие серьезные решения, когда у них в мозге, блядь, в мозге жидкость. Я гей. Вот именно. Деда, можно спать. А, деда... Если они такие моменты не учитывают, нахуй эти старики сидят? Я говорю, нахуй стариков. Реально. Потому что они нихуя не понимают. Хованский. Нахуй стариков. Тебя, что ли? Эй, 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 блядь, тебе, что ли? Формуля, спасибо большое тебе за переподписку. Ну потому что, пиздец, блядь. И так во всем, понимаете? Во всем. Во всем государственном строе. Это ненормально, блядь. Сидит этот советчина, блядь. И вообще не понимает, что происходит в современном мире. Потому что они в целом, как бы, где-то в прошлом остались. Для них в современном мире это так. Хуйня. Это что-то плохое. Это то, что нам вред, типа, приносит. В интернетах не сидят. Интернет им не нужен, блядь. Все. Идите в жопу. Теймутся этим делом. У них появятся новые звездочки на погонах. Потому что за это можно будет долго отчитываться. За то, как разгромили несуществующую субкультуру, несуществующую организацию, несуществующие иерархии. Но тем не менее, вот можно будет, изучив сейчас, что они наверняка делают. В скрине, комментарии во Вконтакте из соответствующей группы. Они будут вот выводить какую-то социальную картину, как это все зарождалось, как они с этим боролись и как им удалось победить то, чего на самом деле не существует. Ну и, конечно, такой повод не могли упустить наши охранители традиционных ценностей. Первым делом досталось аниме. С обличающим постом выступила руководитель Лиги Безопасного Интернета. Ну да, это наша любимая мадам Мизулина. Екатерина Мизулина. Аниме-субкультура в целом деструктивна. Пора перестать закрывать на это глаза. Достаточно поинтересоваться тем, кто такие пауки, в честь которых назвали себя редановцы, чтобы не испытывать иллюзий. Не лучший пример для подражания. Значительная часть анимешников, несмотря на стереотипы о привлекательности этой субкультуры, исповедуют насилие и готовы его применить. Хотя на самом деле мне начинает показаться, что интернет станет безопасным, когда Екатерина Мизулина перестанет принимать хоть какие-то решения и что-либо писать. Появляется такая двоякая концепция, что с одной... Здорово, насильники, блядь. С другой стороны, подростки — это сила, на которую влияют злые дяди из океана, с помощью книг, музыки, кино. А со второй стороны, подростки сами представляют собой опасность. Поэтому такое резкое реагирование на то, что происходит. И это очень хорошо рифмуется с такими безумными делами, когда подростков сажают за попытки терроризма и прочее, прочее, прочее. Когда есть в целом идеологическая накачка, что весь мир против нас, и изготавливаются какие-то специальные вирусы, которые истребляют общество, они могут быть, как аниме, может быть духовный вирус, как это объяснят по телевизору. Это может быть биологический вирус. И люди охотнее начинают и в эту конспирологию верить, и во всю окружающую этот вопрос чушь. То есть чем менее накачено общество поляризацией и конфликтами, тем меньше, соответственно, оно, как мне кажется, ведется на такие разводки, которые придумывают депутаты Екатерина Мизулина. Подключились, конечно же, и депутаты. Глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что нужно проверить, не происки ли все это коварного запада. Ну, вообще, учитывая, откуда пошло аниме, надо говорить, что это происки коварного востока, согласитесь. Мы все помним ситуацию с группами смерти, когда тоже под видом игры детей вовлекали в смертельно опасный эксперимент. Необходимо разобраться не стоя... Ну и примерно в том же ключе ситуацию прокомментировали и в Кремле. Скорее, это, скажем так, псевдо-субкультура, которая идет со знаком минуса, которая ничего хорошего не несет нашей молодежи. Но на этом безумие не закончилось. История вышла за границей не только здравого смысла, но и страны. Вечером 27 февраля появились видео из Украины. Местные СМИ писали, что украинская полиция уже задержала представителей... Вы норм! Эти Редан ходит по ТЦ и пиздит всех подряд, других малолеток, бабушек, а вы их защищаете? Гой! Че, кого? Каких бабушек, блядь? Совсем шоу? Я вам, смотри, вообще... Вату на пальцы кручу. ...дана в Киеве, Харькове и Львове. И всего около 250 человек. В полиции Киева заявили, что это попытка российских пропагандистов провести информационно-психологическую операцию. В России, наоборот, начали обвинять в провокации с использованием подростков уже украинскую сторону. В тот же день Екатерина Мизулина разразилась еще одним постом по теме. Она заявила, что те самые видео с угрозами от имени пауков распространял Центр информационно-психологических операций Украины. Да ты что! Далее на хвост этой истории сели ЦИПСО и устроили теме настоящий прогрев. В группах они сделали посев комментариев и оскорблений националистического толка, которые вызвали мгновенную реакцию и усилили эффект от конфликта. Это глубокая и продуманная психологическая манипуляция. Вот так вот дело раскрыто. Еще через день о задержании 200 подростков с символикой толков отчитались в Беларуси. У торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники так называемого ЧВК «Редан». Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Вот это герои, конечно, блядь, детей арестовали вообще жесть. Подростки до 16 лет будут предупреждены с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В Санкт-Петербурге полицейские начали ходить по школам и рассказывать о том, что ЧВК «Редан» был создан западными кураторами. Че только в школе сейчас, блядь, не рассказывают? Ооо, меня там такое скидывают, блядь, ТГ-предложку там, особенно на этих разговорах о влажном. Вот, такой пиздец, мне так жалко школьников, блядь, им так мозги сейчас жестко прям, не то, что им моют головы, понимаете? Прям вот раскрывают черепушку, блядь, черепную коробку вот так вот, и прям туда так, и вот так вот рукой размазывают по мозгам. Реально, блядь, тебе, блядь, пиздец, ой, блядь, вот мне тут, короче, ТГ-предложку скинул какой-то ученик, училка стоит и базу рассказывает, показывает обращение Путина, то самое, помните, которое было в школе, блядь, вот, или в институте, например, даже вот. Газванова включает. Понимаете, да? Вот, потом голосовые сообщения мне тут тоже какие-то скидывают. Ну-ка. Японская культура интересна. Я за то, что каждый знакомый, который смотрит, и взрослый, и подросток, и взрослый, и взрослый. Вот, они подсаживают на него, значит, здесь что-то не так, да? Вот, у меня были студенты, которые перетонут по унису, оказались в виртуальном мире, вот, во власти вот как раз вот этих куколок аниме. Это, блядь, в школе рассказывают, училка, блядь, это вообще пиздец, блядь. Ну, помогла мне. Я не навязываю ничего. На том, с вами такая вот встреча, мы не молимся, вот, но нет, сама, нет совершенства и обряды. Но, что касается традиций наших, да, они любят учиться, я тут собака. Смотрите себе наш мультфильм, что они воспитывают, какие ценности. Вы знаете, что самое, ну, завидное, жилой всегда была мультика. Весь мир, весь мир убил руку женщины. Она была олицетворением женским материнства, вот, красоты, кроме себя. Понимаете, так? Что это делает запад? Он вас повернул именно на запад, на западный момент. У нас много интересных кучей, образов, вот, женских образов, которые действительно олицетворяют вот наш русский мультфильм. Ну, короче, понимаете, да? Понимаете, да? Потом еще мне тут скидут. Хеха. Это я аниме пересмотрел. Это моя ЧВК. Сейчас атаку титанов начинать. Вопросы. Байден, спасибо. Это что такое? А, ну, тут в шараге показывали, как круто быть военным ОМОНовцем и так далее. Понимаете, да? Вот еще что-то мне тут скинули. Что это? Кто из вас был там? В этом месте, обнаруженном по рассказу случайно спавшейся женщиной, захоронено 452 человека. Мирные жители и советские военщие весь этот разговор. Когда произошло населявших СССР... Так, понятно, там уроки истории. Вот это вот не все. Почти каждый день мне скидывают всякую хуйню там со своих школ. Опять Газманова включали кому-то. Это и до войны было нихуя. Не в таком количестве. Вообще ни разу, блять. Вообще ни разу. Абсолютно... Абсолютно нет. Бля, это можно бесконечно все вам показывать, да? Дерьма там, конечно, полным-полно. Ой, бля... А, именно марш? Нет, я-то говорю не про марш, господи, а про все в целом, понимаете? Про эту пропаганду. Про все эти уроки... Точнее, разговоры о главном. Их же вообще тогда не было. Алло, блять, какие... Какие разговоры? Их не было. Их вели недавно только. Ну, вот. И, конечно, трэш полный, блять. Многие детскураторы, которые официально из этой группы... И так происходит разобщение... А потом... Марши были, блять, не знаю, ребят. Я говорю, я же сам в школе учился. В России в школе учился. Ни разу, за 11 лет, сколько я учился в школе, такой хуйни не было. Лично у меня, я не знаю. Типа, наверное, в разных школах по-разному. Ни разу такого мы не делали. Блять, вообще ни разу. Ни на 9 мая, ни на 23-е. Хайза, о чем вообще? Тут-то там начали появляться желающие перевоспитать анимешников. Некая русская община позвала рёдановцев к себе заниматься спортом. Депутат Единоросс пригласил подростков в Госдуму на разговор. А ЛДПР к себе в партию. В последнее время мы наблюдали за вашими действиями. И нам не очень нравится то, чем вы занимаетесь. Приходите к нам. Мы вас защитим, обучим, перевоспитаем и направим вашу активность в правильное русло. Ведь вы будущее нашей страны. Вот так буквально за несколько дней абсолютно банальная драка доросла до огромного международного скандала. Из любителей аниме сделали чуть ли не группировку экстремистов, которые сейчас угрожают национальной безопасности. Просто потому что ребята не похожи на остальных. Не так выглядят, не так одеты. Ну и неудачно попали во внимание прессы и полиции. Когда-то также реагировали на хиппи, панков, рокеров, эмо и готов. Всех, кто не вписывается в привычные рамки. Но если раньше это была скорее, не знаю, война субкультуры поколений, то теперь история может закончиться реальным уголовным наказанием. Пока после первой драки было возбуждено уголовное дело за хулиганство. Не исключено, что после такого резонанса появятся и другие более строгие статьи. Да, всем плохо будет. И сейчас уже, в принципе, вроде все более-менее затихло. Вот, а я думаю, что еще недельку. И все забудут. Как будто бы ничего не было. Подрались, побаловались. И все. Вот. Тренды, они приходят, уходят. О, господи. Это нормально. Поэтому... Да. Такие дела.